Сколько органической паутины в день производит паучок Магуайра? На какое количество зданий он ежедневно цепляет свои транспортировочные тросы? Распадается ли со временем его биологическая паутина и если нет, то чем это грозит городу? Ответ на эти и другие занятные вопросы, касающиеся нашего старого знакомого Человека-паука в этом видео. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и приятного, приятного просмотра! Как вы уже поняли из подводки к этому ролику, делать здесь я буду то, что уже давненько не делал на своем канале, а именно попытаюсь прикрутить статистические данные на повседневные будни супергероя, в нашем случае старого доброго дружелюбного соседа Человека-паука, конкретно Магуайрского Человека-паука. Почему именно Магуайрского? Потому что этот ролик продолжает занятную тему использования Питером Паркером слишком идеальных органических веб-шутеров, говорить о которых мы начали относительно давно. В прошлом ролике, ссылочку на которую вы найдете в конце этого видео, мы рассуждали о том, что может находиться внутри рук паука Магуайра, каким образом функционируют его био-веб-шутеры, какие принципы работы они переняли у обычных пауков, а какие перенять не могли и так далее. Да, паучий шелк, выходящий из запястья Питера и который далее в целях упрощения мы будем именовать просто паутиной, это практически совершенный природный механизм, не имеющий даже близких аналогов живой природе, который Пит получает вместе с другим набором Человека-паучьих навыков от укуса нерадиоактивного паука-гибрида. И, пожалуй, самое главное, это механизм, не изуродовавший его тело. О том, как Пит мог вырабатывать паутину, если бы трилогию снимал не Сэм Рэйми, а тот же Кроненберг, мы опять же вкратце говорили в прошлом ролике из этой темы. И самым недораскрытым вопросом в теме био-веб-шутеров для меня всегда был вопрос о долговечности этой паутины, а именно распадается ли органическая паутина в течение ближайших часов как ее синтетические аналоги, что присутствует у альтернативных версий паучка. Ведь ни в трилогии, ни в кроссовере об этом ничего не упоминалось. Одной из причин, по которой Стэн Ли однажды ушел от идеи органической паутины, это в том числе экология города. За какое время город мог быть просто засорен транспортировочными тросами и прочей паутиной паучка, мы будем говорить в этом ролике. Но основная причина была в том, что супергерой, вырабатывающий белковую субстанцию из нестандартных отверстий на своем теле, это такое. А чтобы не запутаться в паутине, свалишься на голову долгов по учебе, есть отличный помощник Work5. Его задача помочь вам успешно подготовить курсовую, диплом и любую другую из нескольких десятков видов студенческих работ. Все делается быстро и понятно. Просто заполните форму с требованиями и прикрепите методичку. Затем вам подберут органического автора-эксперта в предмете. И прежде чем вы получите на руки готовую работу, она пройдет три этапа проверки отделом контроля качества, включая антиплагиат. Также при заказе курсовой или диплома вам помогут оформить текст к защите, раздаточный материал и презентацию. В честь 17-летия до 26 декабря Work5 проводит розыгрыш 10 курсовых в своей группе ВКонтакте. Успейте поучаствовать. Ссылочка на розыгрыш на Work5 и промокод, дающий скидку в размере 20% в описании. В трилогии Сэма Рэйми есть немало моментов, когда мы не видим паутину Питера там, где она была секунды назад. Но это не аргумент в пользу того, что она быстро распадается, это скорее киноляп. Помните момент, когда во второй части Пит спасает гражданских, подвешивая полицейскую машину на паутину? Так вот, снимать эту машину с паутины будут само собой определенные городские службы. И это не случай типичного в кавычках снятия преступников с паутины. Это случай, требующий нестандартного подхода и методологии решения. То есть уйти на это могут целые часы. И Пит вряд ли стал бы подвешивать авто на паутину, если бы его паутина распадалась за какие-то минуты. Что может быть равно среднему времени реагирования полиции в Нью-Йорке. Это просто угрожало бы жизни и безопасности людей. В серии комиксов, где Питер обзавелся органической паутиной после очередной мутации-перерождения, срок ее жизни до распада составлял около одной недели. Об этом говорилось в одном из справочников от Марвел. Но это история из комиксов, которые, кстати, появились уже после выхода в свет первой ленты от Сэма Рэйми. Основной аргумент в пользу того, что биопаутина вообще не растворяется по истечении условно-короткого периода времени, звучит так. А с чего вообще органическая паутина должна себя так вести? Да, паутина пауков в природе со временем исчезает с наших глаз. И происходит это в первую очередь по ряду причин в окружающей среде. Воздействие ветра, влаги, более крупных животных и так далее. Но это точно не относится к 80-килограммовому человеку-пауку, чьи шелковые тросы, длина которых может доходить до нескольких десятков метров по полсантиметра в диаметре. И даже если небольшой паук сплетет паутина у вас в доме, то без прямого воздействия человека находиться там она может годы. Хотите поспорить, то поспорьте с паутиной у меня на чердаке. А основной аргумент в пользу того, что паутина Магуайра все-таки растворяется по истечению времени, также довольно прост. В противном случае Нью-Йорку грозила бы местная экологическая катастрофа. Катастрофа, конечно же, в кавычках. Или все-таки не в кавычках. Настало время сделать то, что любит делать статистика. Правильно, мы будем усреднять и обобщать. Внимание, все статистические данные, предлагаемые мной далее, несут очень усредненный и приблизительный характер. И скорее всего, они никому не нужны. Но когда меня это останавливало? Так же, как и вас, ничего не останавливает написать в комментариях, что автор идиот или что-то типа этого. Для оценки вандализма паучка и его паутины на инфраструктуру города, для начала попробуем определить время, которое Питер тратит на пребывание в своем красно-синем костюме. Пролить свет на этот аспект помогает вторая часть трилогии и экзистенциальный кризис Пита, основанный на его внутреннем личностном дискомфорте. Альтер-эго Пита не дает ему вести нормальный повседневный образ жизни. Он испытывает трудности с работой, учебой и личной жизнью. Относя все это на одаренного интеллектуально и физически молодого человека, я ставлю на то, что смена Человека-паука длится минимум половину от каждых суток. Да, спит он тоже в своем костюме. Ключевое слово – минимум. И этот минимум в объеме 12 часов в сутки мы берем за основу. Теперь необходимо разделить график Человека-паука на обычное патрулирование-транспортирование по городу и на непосредственное пресечение преступной деятельности Нью-Йорка. В совокупности я не буду использовать время Пита на борьбу с суперзлодеями, так как для него это не правило, а скорее исключение из правил. То есть за кадром это происходит не так часто. В той же второй части мы узнали, что после ухода Человека-паука на временный отдых преступность в городе выросла на 75%. То есть мы предполагаем, что уровень преступности в Нью-Йорке вернулся к своей нормальной статистической отметке в 175 тысяч преступлений в год. Это, к слову, реальная статистика по Нью-Йорку, если верить Википедии. И относятся сюда преступления вандально-насильственного характера, кражи со взломами, убийства, покушения, угоны транспорта, поджоги и т.д. В общем, то, что входит в юрисдикцию паучка. С учетом этого всего, паучок пресекал 75 тысяч преступлений в год, в среднем по 200 преступлений ежедневно. И тратил он на это примерно по 3 часа в сутки, так как, исходя из показанного в лентах, в большинстве случаев он тратил на предотвращение преступления меньше минуты. Значит, оставшиеся 9 часов паучьей смены занимает патрулирование и перемещение по городу. Анализируя ралли паучка, каждый транспортировочный паутинный трос перемещает его через 3-4 здания с каждой стороны. Движется он в основном вдоль улиц, и постройки располагаются по обе стороны от него. И для перемещения себя он цепляет паутину к 13% зданий, что попадаются ему на пути. Да, я не забыл, что в Нью-Йорке разные здания, смотрим пункт усреднения и обобщения. Но в часы прямого взаимодействия с преступниками, процент зданий, попадающих под раздачу, стремительно уменьшается, так как большинство преступлений он пресекает локально. Другое дело погоня, это уже другой вид ралли. И тут, ввиду тактического маневрирования, он цепляется чуть ли не за каждое здание в ряду. Но, как и в случае с суперзлодеями, в ежедневном графике Пита погоней не так много, как кажется. Гоняется он в основном за грабителями, скрывающимися с мест преступлений. А доля ограблений, в общем числе преступлений города всего 8%, и максимум 25 минут в ежедневном графике Пита, опять же по-среднему. И говоря о скорости передвижения нашего паучка, около секунды он тратит на преодоление одного ряда зданий. И суммарно, оценивая все его ралли, с учетом вычета времени на перерывы и, скажем, предотвращение форс-мажоров, ежедневно он проносится мимо 55 тысяч зданий Нью-Йорка, таким образом патрулируя в районе 5% города. Конечно, мы предполагаем, что работает он по всему городу, а не по отдельным его районам. Справочно, количество построек в Нью-Йорке по разным источникам от 900 тысяч до миллиона. И уже средневзвешенный процент зданий и построек, за которые цепляется паутина Пита, 15%, что в числовом выражении 8 тысяч штук ежедневно, на что Питер производит 250 километров паутины в сутки. Средняя длина его транспортировочного троса где-то 30 метров, а какие-то доходят аж до 50. Зачем развозить пиццу, если ты производительнее любой шелковой фабрики? А теперь давайте представим последствия деятельности паучка для города, если его паутина не распадается по истечении относительно короткого времени. Через 4 месяца работы Человека-паука каждая постройка в городе будет помечена его паутиной. Менее чем через полтора года каждое здание будет помечено паутиной уже 4 раза и так дальше по соответствующей прогрессии. Не говоря уже про локально сплетенные сети, собственно то, что и правильно называть паутиной. Конечно, для города все это не глобальная катастрофа, но как минимум это катастрофа косметическая. Паутина Человека-паука не настолько малозаметна и ветра и влаги она точно не боится. Так что для ее демонтажа потребовалось бы создание самого крупного в городе подразделения коммунальных служб, что ежедневно в мобильном порядке должны обслуживать около 8 тысяч зданий. А это миллионы долларов городского бюджета ежемесячно и очередной смачный повод для подгорания жопы Джеймисона. Если паутина распадается за неделю, как в комиксах, то все уже намного проще. Мы имеем 60 тысяч зданий, единовременно помеченных паучьим шелком, на что в принципе уже можно закрыть глаза, за исключением регулярных несчастных случаев, ввиду того, что кто-то обязательно захочет использовать паутину в целях развлечения, скажем так. Так что адекватный и относительно безопасный для городской среды период распада органической паутины несколько часов, в чем теперь мы удостоверились на примере никому не нужных и крайне приблизительных стат данных. Но так или иначе, история Человека-паука это не история слишком идеальной мутации. Это история о том, что даже один человек может изменить многое. Если тебе понравилось это видео, подписывайся на мой канал, ставь лайк, комментируй, не забывай делиться этим видео с друзьями. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok